Алексей, приветствуем тебя. Да, я тут подумал, что когда-то же будет 500-й день, да? Чё, 40 дней – это не так-то и много, на самом деле. Да, да, такой. Второе месяце, и всё, и уже 500 дней. Нормально. Ну что ж, тогда начнём. Давай, знаешь, начнём, ты видел, двойной такой комбо-обстрел Киева, ну, не только, и дронами, с использованием дронов, и баллистическими ракетами, и вроде как пока предварительно, по официальному заявлению, ни одна ракета не долетела, всё было сбито, несмотря на то, что, так сказать, всё-таки последствия какие-то есть, вот кадры были, дети бегут и так далее. Ну вот смотри, какой вопрос. Вот они уже какой раз уже не достигают, но почему-то упорно продолжают бить по Киеву. Согласитесь, ну, логика должна быть, Патриот сбивает. Логика простая. Давай, говори. Простая, понятная. Во-первых, это продолжение вчерашней нашей истории. Заключается оно вот в чём, что им нужно психологически нас привести в состояние повышенной тревожности. И на это будут накладываться все другие факторы. Они формируют общественное мнение против войны, за сдачу. Это их главная задача. Формируют доступными средствами информационными операциями, психологическими операциями, давлением психологическим, которое они оказывают через постоянные обстрелы. Потому что даже когда наше ПВО всё сбивает, обстрелы никому настроения не добавляют. Это бахи страшные и так далее. Первая задача – просадить психологическую. Обеспечить тревожность и создать условия для формирования общественного мнения, которое готово на уступки, давит на власть с целью уступок. Тут они ошибаются, но с другой стороны надо же что-то делать. Второй момент – они просто тратят на наши средства ПВО активно. Ракеты. Ракеты и другие средства ПВО вообще сами по себе и перед контрнаступлением. Потому что во время контрнаступления они собираются очень активно применять свою боевую авиацию по наступающим войскам. Им нужно, чтобы ракеты у нас было как можно меньше расов. Во-вторых, мы не перебрасывали их, например, из Киева, из-под Киева или из других районов на направление наступления. Чтобы не было такого эффекта. Например, убедившись в том, что средств ПВО, которые в войсках, недостаточно. То есть, они еще от этого страхуются. Так что логика их понятна. Ну, и плюс третье – они очень хотят поразить средства ПВО, которые у нас на вооружении. Влупить хоть один Патриот, хоть один Аристи, хоть один Насампс и прочее. А четвертое – они бьют все-таки по целям, которые имеют военное и промышленное значение в свете развития войны. Пытаются по ним попасть. Поэтому комплексный удар предполагает комплексные цели этого удара. Их несколько. Мы их перечислили в основном. Понятно. Не, ну, понятная логика. Все-таки это так или иначе связано с контрнаступлением. Я правильно понимаю? Да, какой? Одна из версий. По двум пунктам связано с контрнаступлением. С контрнаступлением. Вот смотри, и президент Украины Зеленский, и ряд других высшедоношных лиц все больше говорят, что все готово к контрнаступлению. Мы, так сказать, получили все, что необходимо, ждите и так далее. Ну, кто как. Вот у меня даже спрашивают СМИ и так далее. Выглядит как продолжающая ответная психологическая давление. Троллинг такой. Ну, такой беспощадный. Что, ну, как бы вам все там, как говорится, потому что начнется, и вообще шансов нет, и бегите, дураки, бегите. Насколько ты полагаешь, затянутая история с контрнаступлением, потому что это общая тема, везде вокруг, все говорят, а вот там оно слишком затягивается, мы все ждем. Вот это то ли, с одной стороны, обман-то ожидания, а то ли вот в отношении Москвы нужно еще подержать паузу. А что такое затягивается? Затягивается по отношению к чему? Ну, затягивается просто к ожиданию, больше ни к чему. К ожиданию, да. Но это же категория такая очень специфическая. Если бы оно было назначено, Олимпиада была назначена условно на 15 мая, а оно все никак не наступает, тогда, да, мы могли бы сказать затягиваться. Спектакль затягивается. Он тоже не объявлял дату начала контрнаступления, правильно? Нет. Затягивается только разговоры о контрнаступлении, затягивается ожидание. Ну, как бы цена вопроса слишком велика, чтобы пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям. Вот одной из самых сильных сторон нашего военно-политического руководства в этой войне является то, что они не собираются соответствовать ничьим ожиданиям. Не собирались и не собираются. Это сильнейшая сторона. Я, кстати, когда все это начиналось, боялся, что не смогут выдержать линию. Но смогли. Смогли и выдерживают. То есть, общественное мнение это хорошее. Все ожидают, хотят, все переживают, все спустят пальцы. А они действуют сообразно, цельным задачам, условиям. В отличие от российского руководства. Но это еще Шпеер, министр промышленности Третьего Рейха, говорил, что и в дневнике писал, что его поражает свобода, с которой демократические лидеры обращаются со своими гражданами. То есть, он говорит, и продуктовые карточки в Британии. И, значит, фильтрационные лагеря для американцев японского происхождения в Америке. И золото сдают. И кофе сдают. И все остальное говорит Гитлер. Половину такого не мог сделать. По той простой причине, что он очень зависит от общественного мнения. Что диктатор и толпа – это диалектическое единство. Ну, понятно. Более чувствительные. Они более диктаторы, как ни странно, которые могут убить каждого, взять отдельного человека, убить, посадить ему. От толпы в целом зависит гораздо сильнее, чем демократические лидеры. И вот мы показываем, что высшее военно-политическое руководство Украины, ну, я не знаю даже, ну, слово пытаюсь подобрать, похвально, как-то неудобно говорить, но в высшей степени эффектно проводит свою линию, не ориентируясь даже на общественное мнение. А помните, сколько говорили, КГБ против КВН, так выясняется, что КГБ зависит от общественного мнения гораздо больше, чем КВН, которые, казалось бы, там кричали, да им только аплодисменты, да им только этим клоунам, только, значит, удовлетворить ожидания публики, что они сверхчувствительны. Ну, вот, пожалуйста, сколько публика ждет контрнаступления уже. Изрядно вымотались все, знаете ли. Но при этом что? Мы действуем исходя из военной необходимости. Да, да. Но я маленькую ремарку добавлю. Маленькую ремарку надо оговориться, что это в условиях, это чувствительная зависимость у диктатуры, в условиях проигрыша, в условиях непобеды. Понимаешь, когда победы не спрашивают, не оборачиваются, а здесь, понимаешь, приходится, потому что чревато открыть второй фронт внутри, политический процесс. Прекрасно. Война, политический процесс, он вызывает политические следствия. Между прочим, наше руководство даже политически себя ограничивает, давая простор действий для военных, исходя из логики. Потому что политически, если бы вообще ориентировались на общественное мнение и на политику, то начали бы раньше. Но видно очень четко, что военные ведут свою линию. Да, и ведут ее железно, не обращая внимания ни на что, кроме военной логики необходимости. И это очень хорошо. Это наша сильнейшая сторона в этой войне. Я просто процитирую президента Зеленского. Он буквально, не знаю, час назад сказал, что чуть меньше. Сроки движения наших войск уже утверждены. Спасибо бригадам, которые подготовились. Ну, то есть, это законченное предложение. То есть, здесь нету, не оставляет вариантов. После этого, в принципе, можно и дальше поиздеваться. Знаете, как у служеницев. Воткнул и повернул. То есть, отвертку в печени. То есть, можно сказать, а мы тут что-то это замертешили, передумали. Давайте вы еще понервничайте, побегайте. Ну, давайте уже, давайте. Я сегодня приводил... Ну, цитюра одного автора. Удивительно, сколько удовольствия может получить мужчина, мотая нервы своему противнику. А ведь считается, что это чисто женская занятия. Нет, военные очень. Очень любят мотать нервы противнику. Раздергивая его в разные стороны и так далее. То, что контрнаступление, вот-вот, очень хорошо видно по результатам работы в нашей авиации и артиллерии. Потому, что бесконечное накрытие целей в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Луганске. Оно о чем-то говорит. Просто так бы не стреляли. Такие вещи делаются. Такую глубину непосредственно перед наступлением. Я, скажите так, я тут приводил в пример киноцитату большую из фильма Жанна Ано. Если ты знаешь, известного режиссера французского, он тут несколько фильмов поставил. У него был ранний фильм с Патриком Дивеером, который застрелился французским актером. Удар головой был. Замечательный фильм. Французский фильм о его детстве. Я раз пять на него ходил. Сюжет там такой, что главного героя засовывает в тюрьму, а он отличный футболист. Это комедия. А играет футбольная команда, без него начинает проигрывать. На Кубке Франции. Ну, там какой-то мелкий городок. И вот они его выпускают, он забивает в полуфинале два мяча, по-моему. И что делать? Он становится с героем города, а его прямо из тюрьмы вытащили. А поскольку они его посадили туда сами, он начинает мстить. И знаешь, как он им мстит? Он ничего не делает. Он им всем угрожает и проходит мимо автозаправки, авторемонта, как это автоделове, гаражист. Гаражист во Франции. Потом мимо магазин не насилует жену хозяина завода, отказывается. Ну, и, в общем, так он им всем мстит, просто их игнорируя. И, значит, а он герой, как бы. Ну, и, конечно, команда без него в финале проигрывает. Он не выходит на поле. Ну, в общем, ладно, поедем дальше. Вот, ты знаешь, сейчас начала озвучиваться версия весьма радикальная относительно Пригожина. Что вывод войск тут как-то затуманился. Никто не понимает. Называется 10 июня, до которого должны сдать позиции Министерства обороны частям. Но Министерство обороны пока не реагирует. И, так сказать, я вот сегодня Сырского слушал. Он говорит, ну да, Пригожин объявляет о выводе. Но пока вот радикально чего-то не произошло. Они не передали позиции в Бахмуте. И вообще не очень понятно. А вокруг звучат новости об окружении Бахмута. И, возможно, собственно говоря, вы первой победе. Если его действительно с флангов окружат. Если это будет частью контрнасуфлея, одним из направлений ударов. То вообще-то первая победа-то абсолютно. То есть, ну взяли в Бахмуте. И что дальше? Причем накладывается это все на версию того, что Пригожин состоит в связи с группой лиц. Прежде всего Юрием Ковальчуком. Его сателлитом, первым замом Кириенко, назначенным Ковальчуком. Сергеем Кириенко в свое время с Росатома, первым заместитель главы администрации, отвечая за внутреннюю политику. Вот у них такой некий заговор против генералитета, против Шойгу и Герасимова. А ртом, озвучивающий все, это является Пригожин. Которого не убили до сию пору только благодаря этой части. Ну, в том, что он является частью этого заговора. И что вообще они готовят сдачу Бахмута тем, что мы уходим 10-го. А никто толком не приходит. То есть, оборонять так, как его могли бы оборонять ЧВК Вагнер, не будет. Насколько, на твой взгляд, это версия про 2-го? Ну, и сейчас они это все делают для почетной капитуляции, сдачи виновных в виде генералов. Это они все просрали, а не мы. Вот приблизительно вот так. Ну, конспирология хорошая штука. Она должна опираться на факты. Факты пока таковы. Часть подразделений Вагнера вывели. Малую часть и не самые ударные. Большая часть остается на тех же птицах. Объявлено много чего, мало чего происходит. Поэтому мы уже видели его там торжественный отход 10-го мая, да, в 00 часов, как он объявлял. Уже, значит, июнь скоро. А ВОЗ и ныне там. Поэтому я с прищуром смотрю на всю территорию, на все эти выводы, переводы и так далее. Поэтому посмотрим. Опять же, ну, если так, как ты говоришь, наши войска окружат, да еще нанесут встречную, вернее, входит в наступление, окружат Бахмуту, это будет не первая победа, это будет как классическая Сталинградская парады. Нет, нет, их первая, их первая, взятие Бахмута будет первая. А это даже не победа будет, это уже не будет читаться победа. Это будет Орюшка. Ну, посмотрим, что там гадать. Цирский так загадочно сказал сегодня, что, значит, впереди там большие дела, наступление и так далее. Посмотрим. Придет время, мы пойдем, смотрим. Но пока, да, пока сражаются за фланги наши войска. Там не так все просто, как кажется, да, но тот факт, что они сумели там противника остановить и даже подвинуть, это само бы все очень высокое оценки. Оно стоит очень высокой оценки с военной точки зрения. Да и человеческой. Ну, как-то так. А мы сейчас карту показываем. Ты сразу можешь по карте пробежаться. Да, что там пробегаться без особых изменений. С момента вчерашних наших разговоров так точно ничего особенного не произошло. Основное событие это сейчас обстрелы, налеты и так далее. По земле идут бои местного значения. Ну, вот, например... Ну, просто что они не интенсивные, не заслуживают внимания. В том смысле, что карта не движется, поэтому там нечего показывать по карте. Ну, то же самое можно назвать. У Глидара, Авдеевка, Бахмут, Кременная, Лиман. Вот это направление основное. Белогоровка там немножко, чтобы было. Ну, то есть, ты считаешь, что это не похоже на затишье такой перед... Да, такое затишье. Там у Месилова идет по полной. Единственное, что карта никуда не движется, поэтому по карте... По карте особо показывать нечего. Мы можем показать только... Более интенсивные действия. Как бы, понимаешь, с Вагнером такая история. Я думаю, что они... Пригожин расценивает угрозу окружения Бахмута как реальную. Он неоднократно об этом говорил. Так поэтому он выводит или почему? Да. Они выходят, Вагнера уходят, уходят частями. Медленнее, чем ожидалось. Но реально выходят из Бахмута, из окружения. Они дают возможность регулярным войскам Российской Федерации или сохранить свое лицо, или, простите, обосраться по полной. Пригожин очень бережет свою группировку. Не потому, что он человеколюбивый гражданин, а потому, что это основа его реальной силы. Пригожина приключения в Судане интересует гораздо больше в Центральной Африканской Републике и в Малее, чем приключения под Бахмутом. Он говорит, это вообще не наше дело этим заниматься. Он же говорил, когда меня в марте прошлого года вызвали, когда у вас все было плохо, мы пришли на помощь. И что мы получили в результате? Так вот, он всю эту высокую песню сложил и запел по поводу того, что вот выходим из Бахмута, 10 мая, не хотим и так далее. Покажите, Пригожин, Шойгу, Герасимов, Деснаряда. Вся эта истерия, она была связана с тем, что начали ложить кадровый состав Бахмута. Потери, которые он назвал, Бахмута Вагнера, потери, которые он назвал, 10 тысяч убитыми из костяка. Это очень дорогая цена за районный центр. В принципе, и для него особенно. Он хочет сохранить костяк группировки. Ладно, когда можно было зэками жертвовать, там и всеми прочими мобилизованными, случайно оказавшимся в Бахнере. Потому что их не жалко, это переменный состав. А вот профессионалов, которые там пошли по три войны, которые в Африке засветились, умеют, там мотивированные, злые, умелые, их он хочет сохранить. И он расценивает угрозу окружения Бахмута как реальную, поэтому выводит их оттуда. Но он не хочет, смотри, брать ответственность за предстоящее поражение, за оставление Бахмута? Ответственность что такое? Он не хочет, чтобы все попали там в окружение. Представь себе, вот Лагнер в окружении, и мы его там добиваем. Весь, по-моему, составили, сколько там его есть. Или больше половины. Что тогда будет делать Привожин? Это конец этой всей истории. Он без кадрового костяка, несколько тысяч головорезов, которые способны там оказаться гирей на любой чаше весов, как в ходе международного военного конфликта, так и в случае внутреннего конфликта. Он ничто. В одиночку. В одиночку или там сто-двести бойцов. Он хорош, пока у него десяток тысяч. И вот он стремится их сберечь, как только можно. Ну вот смотри, небезынтересное заявление сегодня сделал глава украинской разведки военный Кирилл Буданов. Пригрозил скорым ответ на обстрел Киева. Прямая цитата. «Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят», заявил Буданов, комментируя сегодняшний обстрел Киева. Значит ли, что это? То есть, Буданов, видимо, не сильно так слов на ветер бросает. Мягко говоря, после того, как он это говорил, потом что-то взрывается. Кому-то дарит статуэтку, или того хуже, куда-то кто-то едет и занимает какие-то спутниковые города в отношении всяких там центров, столичных субъектов федерации. Вот это как мы должны расценивать, на твой взгляд? Это означает, что продолжатся какие-то действия диверсионного характера. Я почему об этом говорю? Потому что были несколько сейчас циклов публикаций в западных СМИ, в серьезных СМИ, о том, что украинская разведка, ну, сообщество, разведсообщество, и СБУ, и Гурмоу действуют предельно дерзко, ни с кем не советуюсь, что они, так сказать, и профессионально, они должны говориться о том, что действуют так, что позавидуют любой, но за счет дерзости во многом. Что нельзя, нет этих ограничителей, за счет этого получается жутковато. А насколько ты считаешь, далеко все может зайти, не знаю, убить Путина, или убить Пригожина, как говорилось об этом представителе. Если бы так легко было убить Путина и Пригожина, их бы давно убили, дело не в этом. Дело в том, что мы действительно обезбашены, обезбашены по-хорошему, но мы в то же время адекватные. Адекватные, то есть мы воюем сообразно правилам европейской армии, которая ведет европейского типа, соблюдая правила обычаевой войны. Ну, а то, что операции предельно дерзкие, не считаются с возможным риском, это в этом смысле. И СБУ, и ГУР, они такие, да, ребята, очень злые. Поэтому что-то будет, и будет что-то интересно. Будет что-то интересно. В общем, оно будет вне зависимости от обстрела. Оно будет, пока мы не решим своих целей и задач. А наши цели и задачи, я напоминаю, очень простые. Ни одного российского солдата, путинского солдата на нашей территории выдача военных преступлений, репарации. И ГУР, и СБУ, и все остальные спецслужбы, и вся силовая машина Украины, дипломатия будет добиваться этого всеми доступными средствами. Пока есть силы. А силы у нас немерено, как говорится. Поэтому все будет хорошо. Мы без башни. Могу сказать, что израильтяне разведсообщество аплодируют. Ну, вот, скажем так, люди не чужды подобным темам. Они при закрытом общении говорят, что ребята, вы нас и воинов. Мы не ожидаем лет в руку. Такие, да, исполняйте вещи, что даже мы, как это, при всей нашей дерзости, израильтяне тоже очень дерзкие, спецслужбы, говорят, мы снимаем шляпы. Да, эта оценка такая, я бы сказал, такая себе. Ну, посмотрим, что будет, так сказать, покупаем попкорн, пивко, ящиками и будем готовиться. Ты видел, что в Косово происходит очередное обострение, как обычный, дежурный такой, я бы сказал. Как бы ты это оценил, насколько здесь есть какая-то инспирация, там, не знаю, еще что-то. Там уже дошло до столкновений, кого-то ранили, кого-то подстрелили, в общем. Вуйчич, президент, его крайнее заявление звучит так, что косовские спецназы стреляли по толпе сербов, раненого человека, армия Сербии боевой готовности по периметру Косово, северной границы. Он обратился к странам Запада с просьбой утихомирить косовского премьера и еще дополнительно заявил, что, возможно, пострадали натовские миротворцы, которые там подчеркнули, что они не защитили и сами пострадали. Мол, уймите косовских товарищей, иначе мы. Усмирим. Но надо понимать, что косовары смотрят на сербов примерно как мы, на россиян. Та же самая история. Поэтому тут вопрос еще на чьей стороне нашей симпатии. В сложном и запутанном конфликте. Но, понимаешь, там в Сербии косовская тема это тема номер один на внутриполитическом рынке идей. Бесспорно. И они неоднократно к ней обращались, потому что нужно там получить какие-то преференции. У нас языковая тема, у них косовская тема. Дерни, никогда не ошибешься, на этом всегда можно сварить кашу хорошую. Но когда ты дергаешь тигра за усы, рано или поздно получаются малоуправляемые ситуации. Вот сейчас примерно такая ситуация, которая грозит от некоторой эскалации. Потому что дергали, 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 дергали чуть больше, чем надо бы дергать. Поэтому игры с такими вещами, они всегда чреваты. Не управляем эскалацией. Поэтому посмотрим, чем он закончится в этот раз. Несколько месяцев назад такое было. Помнишь, мы обсуждали в июне, по-моему, месяц? Да. Было, было, было. Да, но тут такой момент, как бы, сербы не пошли на выборы в Косово, а потом развернули серию протестов, когда протестуют против неправильного по их мнению выбора. Не совсем трагично, да? Такая себе интересная. То есть, на мой взгляд, она ни во что не перерастет, конечно. Нет, я не говорил так. Я говорю, что мы имеем похожую ситуацию на управляемый саботаж косовских властей с сербами, которые населяют Косов. Инспирирование на этом. Итальянская забастовка по выборам переходит в протесты. Это уже первые жертвы. И, наоборот, я говорю, что этот конфликт потенциально опасен, обострение. Но форма этого обострения, она не будет же сербские войска с НАТО воевать, простите. Нет, это исключено. Они будут грозить шведу пытаться ловить этого косового стрельбом по сербам. В общем, это сложная трехсторонняя ситуация. Посмотрим, как она будет развиваться, куда она будет двигаться. И опасность, в принципе, есть. Опасность новых жертв. Я не вижу там опасности большого конфликта, но опасность новых жертв не исключена. Так, хорошо, поедем дальше. состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Раджебом Тейпом Эрдоганом сообщает Кремль. Владимир Путин тепло поздравил Раджеб Тейп Эрдоган с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном взаимовыгодном ключе. Отмечено, что поддержка выраженной турецким народу своему лидеру открывает дополнительные перспективы расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Благодарю за поздравление президент Турецкой Республики в свою очередь подтвердил настроение на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено продолжение личных контактов горится в сообщении. Но вот он первым поздравил, американцев пока нет, и более того, инспекция ОБСЕ сказала, что не так, чтобы сильно чистые были выборы в Турции. Какие-то замечания все-таки есть. Несмотря на то, что он сам Эрдоган назвал их праздником демократии, ну и все такое, все такое. Чтобы ты сказал, может ли как мы вчера задавали опрос как-то поменять характер политики Эрдогана в большую сторону к Москве? Не думаю. Там в одной из провинций, где 28% он всего набрал в принципе спорю голоса там народ ходует, полиция разгоняет их водометами. Но логика понятна. Даже если они будут признаны ОБСЕ, а они предварительно уже не признаны, то все равно в Турции их признают, скорее всего. В Турции признали уже все. То есть, он на пять лет президент, а дальше все следует все то, что мы говорили вчера. Пантюркизм, панасламизм и так далее. Вопрос, чтобы ему здоровья хватило быть следующие пять непростых лет президентом Турции. А ты видишь, что есть некое его нездоровье? Я вижу, а мы все видели, когда ему плохо стало. И чуть ли не родных вызывали в больницу к ним пару недель назад. Ну вот, смотри, у меня следующая новость. Верховная Рада Украины проголосовала за перенос Дня Победы в стране на 8 мая с 9-го, который был прежде. Причем это предложение, насколько я помню, был президент Зеленского. Он с ним обратился в Верховную Раду и в общем и целом это поддержано. Ну, то есть, это тоже шаг к европеизации, к разрыву собственно с советской традицией отечественной войны, победу отечественной войны в пользу Второй мировой войны. Вот как? Какая здесь ну такая мифологическая составляющая на твой взгляд? Составляющая очень простая. Победа в Великой Отечественной войне была главным системам разрушающим мифом Советского Союза. Да. И остается главным системам разрушающим мифом Советского, вернее Путинской России, хотя ничего более антисоветского, чем Путинская Россия придумать нельзя, вообразить себя нельзя. Вот. Но они пытаются перенести то, что драйвит, это же чистая технология. Никто реально в эти все победы не верит. Хотя Путин в поклонник Сталина такой, понятно там. Но тем не менее. такая странная история, когда они ставят рядом иконы современной России, иконы Николая Первого и Сталина рядышком и радостно им молятся и тем и другим. И тому и другому. Мы разрываем связь с этим. Системам разрушающим мифом показывают, что нам не по пути. И давно не по пути. Вот. И присоединяемся к мифологии европейской, которая отмечает День Победы в надфашистской Германии и восьмого мая. Но акцент там даже не на победе, а на памяти жертв, скорее. Как-то так. Больше. У нас тоже символ маг. И это память о Пипше. Мы дрейфуем туда. До этого отмечали, до девятого. Ну да, девятый носит совершенно иную коннотацию, как праздник. С моей точки зрения, гораздо больше важный праздник в конце июля у нас, который день, день, на день хрящения Руси, день Руси-Украина, так называемый. Вот этот праздник гораздо более важный и гораздо более серьезный. Почему? Объясни нам. С удовольствием послушаем. Главная проблема в российско-украинских отношениях является кража России исторического названия Украины и попытка присвоить себе историю. Главной нашей проблемой является то, что мы живем с неверной самоидентификацией. Она у нас ограничена. Мы упираем, формально украинское государство упирается в УМНР. Она наследует Украинскую Новую Республику 1918 года, что глубоко неправильно. Нам наследовать нужно Владимира Великого, Святослава Хороборова и так далее. И уходить туда корнями я на самом деле еще до христианской, вернее до этот самый в годское хрещение Руси, которое состоялось в пятом столетии скорее нашей эры. Поэтому по-хорошему уходите в триполи. В общем, история Украины это набор разорванных мифов, которые до сих пор не выстроены в одно целое. Одной моих главных идеологических задач является собрать в это цельную мифологию, чтобы от трипольцев и даже раньше, проходя через все эпохи истории, включая сегодняшнюю логику и в будущее, была экстраполирована история Украины, этой земли, скажем так, и народа, и народов, которые сменяют друг друга. Потому что уходить в УНР, как бы, стартовать с неудачи, да еще сравнительно недавние, столетние, это величайшая глупость с моей точки зрения, тем более, зачем отдавать. Мы, как бы, в Москве назвали, все, Русь, это, вернее, Россия, это по-гречески Русь, кто не знает, и так далее. Мы Русь. Просто учитывая, что у нас, как бы, есть существенная идентификация, связанная с понятием Украины, и украинцы, то надо дополнить нашу самоидентификацию украинцев еще, самоидентификация Русью, каковой мы и являемся. Во Львове есть улица русская, и об этом далеко можно, когда Градическая уния заключалась, Речь Посполитая трех народов, там был русский народ, то есть мы польский, литовский. Все это прекрасно знают, вот, поэтому нужно дополнить ее, и это, казалось бы, пустяковое символическое действие, хранит за собой величайший символический капитал, который подорвет вообще все претензии Москвы на эту территорию, обнулит. И претензии Москвы на великодержавность, между прочим, обнулит, потому что не может город, которому 875 лет, претендовать на земли, на город, которому 1741. 1541 вчера исполнилось. Это нелогично на 7 веков, или на 6 веков, поэтому, не на 7, поэтому все эти вещи надо ставить на место. У нас никак не могут на это решиться, с моей точки зрения, это главная наша ошибка в настоящий момент. Но один шаг в эту сторону мы сделали. Президент Зеленский сделал акцент, что праздник украинской государственности празднуется на День Крещения Руси, конец июля каждого года. И вот это очень существенная история. Поважнее независимости, с моей точки зрения, и поважнее всех других дней. Вот если эту тему развивать, то это был бы информационно-психологическая, я бы даже сказал, метаисторическая операция. А мы помним, как Путин обосновывал и обосновывает вторжение в Украину. И метаисторическими причинами. Похоже, только два человека всерьез к этому относятся, Путин и я. Поэтому, да, поэтому пора эту тему исправить. Я постоянно об этом говорю, иногда говорю, иногда не говорю. Вот когда есть повод, опять говорю. Сегодня говорю опять снова. Наша главная глупость, что мы до сих пор не переименовались в Русь-Украина и не дополнили самонатификацию, не заявили претензию на весь исторический пласт на всю историческую и не выбили из-под Москвы главную табуретку. Потому что выбить советский миф 9 мая это полдела. Давайте уже, если мы до этой дороги донулись, давайте уже выбьем всю основу мифологии. Все, что никакая они не Руся, они осколок Золотой Орды, который претендует на наше все, на нашу историю, на нашу Родину, на нашу, на наш язык, на наших князей, на все хорошее, о чем мы здесь делали. И что мы собой представили. Они, кстати, это прекрасно понимают. Они памятник Владимиру разместили в центре Москвы. Хотя это наш Владимир. На секундочку. Если почитать надписи на Софийском соборе, которые там датируются в XI веке, в XIII веке, то там украинский язык. Он наиболее близок к языку Древней Руси. Это, кстати, один из основных аргументов русскоязычного. Почему надо учить украинский? Потому что это язык ваших предков. Наиболее близкий к нему. Вы же претендуете на русских. Так учите. Это настоящий русский. Русский язык с одной S одним мягким знаком, который и украинский. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, я бы капля камень точит, надеюсь, что меня однажды услышат. Причем слышат очень многие. И рано или поздно может все случиться. Ну, вот ты знаешь... Потом и раз мы все полумерами. Да, полумерами. Сделают один серьезный шаг через всю шахматную доску. Я тебе скажу такую вещь. Сейчас в Москве пересмотр идет некоторой концепции. Они от Владимира Князя Крестителя уходят к Невскому. Потому что у этого высшие исторические коннотации, большие на исторические коннотации. Невский был антизападником, представлением, так сказать, патентованным ордынцам. И это концепт гораздо более выгодный, нежели Креститель. В общем, это обязывает к другим вещам совершенно. И поэтому Невский сейчас гораздо ближе мифологии российской, нежели Владимир Креститель. Они его поставили, потому что понятно, этот Владимир, этот Владимир. Они же угодить хотели. Больше никаких других нет причин. Нет. Они пытались обосновывать претензии на Киев. Потом у них возобладала идея Латожской Руси. Тоже не пошла, потому что была разгромлена историками, изучающими за заграничными. Причем наибольшую пощечину надавал один простой парень из Камбоджи на каком-то историческом конгрессе, мне историки рассказывали, когда он вышел так аккуратно в очках, вежливо, как свойственно азиатам, просто за полтора часа разгромил в ноль ладожскую теорию. Сейчас они обратились к Невскому, потому что ему глубоко понятен этот персонаж. Дядя, который водил названный брак с Артака, сына Батыя, и который водил на Русь, подавлял восстания русских против монголов, поднятые его одним братом, приводил на войска монголов, на Руси участвовал своими силами в подавлении народа. Это очень-очень путинская история, я бы сказал. Потому что Путин архетипически, как всегда в Кремле, ставит на два типа. Это предатель серый. Задача серых вырезать всех талантливых в угоду новому хозяину, задача предателей предать своих, чтобы понравиться новому хозяину и поставить этот сон и стать властью. Потому что Невский по тогдашним рангам русских князей вообще не мог претендовать ни на что. Единственный вариант он не был присоединиться к Орде и на этом подняться. Что он и сделал. И заложил основу московского государства. Его видят теперь, я сказал, как это, родоначальником и так далее. В общем, характерный тип. Водитель на собственную землю монгол давить восстание подняться собственным братом и сушу к нему присоединиться. Это очень-очень по-кремлевски. Нет, но это восточническое направление. Оно сейчас куда более востребовано. Совершенно понятно, что защититься от треклятого запада, от крестоносцев новых в угоду Орде. Ну, как бы, вот тебе идеологическое обоснование гораздо более мощный. Все очень. По своему претенциозное, безусловно. Вот смотри, есть еще новость. Мы вчера начали обсуждать историю с заявлениями сенатора Линдси Грэма. Протокольная съемка, я же говорил, что он там, смонтированно. Доказали. Ну, так опять же, смонтированно, это вообще как бы не тема была, но убивают на поле боя, гибнут русские, но гибнут русские. В другом контексте было сказано про удачное вложение в Украину, ну, что тоже, это же вопросы безопасности. Но сегодня Грэм прокомментировал истерику на пропагандистских каналах, он сказал, что сенат Грэмс «Союз рад ярости из-за слов о смерти россиян». То есть, он все-таки, ну, как бы, как я уже сказал, загнал эту отвертку и довернул дальше. Печень прям самая, так сказать, дав новые поводы, видимо, для его ненависти. Они его чуть, по-моему, не в Роск объявили что-то в этом роде. Уголовное дело? А, у Валу, делали? Ну, вот, ну, все. Завели уголовное дело. и теперь Линдси Грэма каюк. Не отдыхать ему на пляжах Крыма, пока он не будет деоккупирован. Но ты полагаешь, он же ведь республиканец, причем такой консервативный республиканец, представляющий некое, в общем, весьма авторитетное крыло, вот, которое настроено еще более радикально, чем нынешняя администрация Байдена на предмет поддержки Украины и всего остального. Полагаешь ли ты, что это, ну, как-то повлияет, собственно, и на повлияет, собственно, и на позицию республиканцев отчасти? Да, повлияет все эти игры сейчас за избирателя, за ребят с пони Тейландой и красных рубашках в белую клетку, они же связаны с тем, что американский избиратель прежде всего думает об Америке. Они изоляционисты по типу сознания, и демократы меньше, коренной избиратель республиканцев больше, но это не значит, что они отнюдь не интересуются мировой политикой, что точно не интересуются тем, украины. Интересуются очень сильно, Ленинс и Громодинс и не единственный далеко сенатор, который очень твердо стоит на этой позиции, они помнят еще холодную войну с Советским Союзом, и как бы эти ребята очень любят иметь каких-нибудь коммунистов, с которыми можно нормально побороться. Вот они как раз в классической для себя ситуации, а как бороться, они прекрасно знают, и умеют. Республиканцы не уменьшат поддержку, потому что невозможна ситуация, когда, например, увеличится количество налетов на Киев, а республиканцы говорят своим избирателям, вы знаете, пусть украинцев бомбят и убивают женщин и детей, а мы не дадим вооружения. Это конец всему. Поэтому они будут давать, именно поэтому возникла самолетная коалиция. Сколько они отнекивались, помните, сколько отнекивались по поводу самолета? Вот она уже есть, уже летчики будут учиться, некоторые говорят, что обучаются, в общем, неважно, в данном случае календарно даже, важно, что как бы сломана печать авиации, и на каждую попытку Ирана поставить новые ракеты, новые шахиды, на каждую попытку россиян обойти санкции, где-то кремлевские, вернее, сделать новые, 50 новые ракеты накопить и снова пострелять, будет подниматься планка военно-технической финансовой помощи Западу. Пока Кремль не проиграет. Это решенный вопрос. Решенный вопрос. Поэтому здесь можно совершенно не волноваться. И даже если победят республиканцы, республиканский президент, Де Сантец, например, республиканское большинство, то это поддержка усилится, потому что часть этой риторики, она же очень простая. Когда у тебя двупартийная система, все, что делает риторика, обычно такая предвыборная, все, что делает правящая партия, это коалиция, это все плохо. Вот они помогают Украине, значит, давайте искать в этом слабые места. Потому что точно так же было бы, если бы сейчас республиканцы были власти, нас поддерживали, изо всех сил, их бы демократы критиковали по тем же самым поводам. Непрозрачные поставки, слишком много тратим и прочее, прочее, прочее. Но это избирательный процесс, не надо путать его с реальной поддержкой Украины. Поддержка будет только нарастать. Только нарастать. Поэтому и большая семерка тому порука. И Боррель сегодня высказал глава дипломатии, что Путин не пойдет на переговоры, не попытавшись еще раз выиграть войну. Он будет прикладывать усилия, говорит, поэтому нам надо сходы на оборону увеличивать постоянно и на помощь Украине. Они очень трезво оценивают происходящее. Поэтому эта поддержка будет только нарастать. Алексей, спасибо. Увидимся в среду. Всем пока. Спасибо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова